МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Спасибо, что нашли время. Владислав, вот Мудис повысила рейтинг России на выходных до инвестиционного уровня. Теперь все три агентства подтверждают инвестиционный рейтинг России, но при этом санкции никто не отменял. Более того, возможности их усиления уже в самое ближайшее время существуют. Вот это как-то повлияет на приток капитала, на доверие бизнеса? Ну, я думаю, что вряд ли. Речь идет в первую очередь о том, что агентство Мудис сделало последним этот шаг среди трех крупнейших рейтинговых агентств, и тем самым оно подтвердило, что государственные финансы России находятся в хорошем состоянии. Итоги прошлого года были очень благоприятны для российского правительства. Оно свело бюджет с рекордным за постсоветское время профицитом. Положительный сальдо счета текущих операций тоже, в общем-то, фактически у коллекорных значений. Увеличиваются резервы, и международные резервы Центрального банка, и резервы правительства, резервный фонд. Поэтому в данном случае, я думаю, что это совершенно логичная констатация того, что с точки зрения инвестиций, в первую очередь в долговые бумаги государственные, опять-таки, Россия является достаточно безопасной страной. В принципе, по ним никогда не было дефолта по облигациям, номинированным в иностранной валюте. И я думаю, что сейчас вероятность такого развития события минимальна. А ждете ли вы усиления санкций в ближайшее время, антироссийских санкций? Слушайте, на самом деле, об этом говорят очень давно, и чем больше об этом нет разговоров, тем более обесценивается сама тематика. Я думаю, что в ближайшее время, мне кажется, такого рода санкции маловероятными. Даже если комиссия Мюллера изложит результаты своей деятельности и подтвердит серьезные российские следы предупрежденной компании Трампа, то все равно, я думаю, что сами американцы будут стараться сделать все возможное, чтобы этих санкций напрямую в ближайшее время не допустить. Что касается, допустим, самых жестоких санкций, которые могли бы случиться, если бы Россия, например, была признана страной способом терроризма, или что-то пошло еще в более жестких коннотациях, то я думаю, что пока это тоже маловероятно. Поэтому я думаю, что... Да, самые жестокие санкции. Да, мы сегодня находимся в состоянии такого вялотекущего баланса. Самые жестокие санкции, это вы что имеете в виду? Это отключение от свифт? Я думаю, что самые жестокие санкции, я имею в виду не отдельные меры, а, допустим, как я уже сказал, включение России в список стран-спонсоров терроризма. И оснований достаточно много. Дальше, если это происходит, то и Госдепартамент включает страну в этот список. Дальше санкции приходят сами собой. Там идет и ограничение финансов в потоках, и, возможно, торговый эмбарго. Очень серьезные меры против чиновников. Там большой список, он, собственно говоря, формализован. Да, Яна Янович, согласны ли вы с тем, что до этого далеко? Я соглашусь, потому что, во-первых, есть отложенные санкции, связанные с законом 1991 года о применении химического оружия. Коль скоро этот факт установлен, и страна никаким образом не обозначила свою готовность уничтожить химическое оружие, то эти санкции просто отложены. Они висят, они в любом случае должны будут быть приняты, но просто администрация должна будет исполнять свой собственный американский закон. Другой вопрос, какого рода будут эти санкции, потому что там есть широкий набор разных мер, и, в принципе, администрация, президент с подачи нескольких чиновников сами будут выбирать, что именно, какие именно санкции выбирать из большого списка. Если это будет, скажем, отмена рейсов аэрофлота в Вашингтон и Нью-Йорк, ну, очевидно, это будет не самая страшная санкция. Если это будет что-нибудь типа отзыва посла, что тоже, в принципе, возможно, а это, в общем говоря, демонстративная, но такая крайняя очень мера, то это будет немножко другой калинкор. И, естественно, все инвесторы, несмотря на все рейтинги Moody's и всех остальных, отреагируют на это очень нервно. Вот мне кажется так. Ну, и не говоря уже о том, что в Конгресс контролируется, я имею в виду, Нижняя палата контролируется демократами, у них до сих пор просто, насколько я понимаю, не было времени и не было возможности всерьез заняться теми законопроектами, которые были внесены в прошлом году, их там как минимум три. В конце концов, раньше или позже, кто-нибудь до этих законопроектов дойдет. Ну, и какими могут быть, опять же, конечные меры, будут ли они включать немедленно, скажем, прекращение операции с государственными банками и тем более запрет на иностранные вложения, на американские вложения в российские госбумаги, это тоже вопрос, с этим я с Владиславом согласен. Но что-то должно будет произойти. Так что вот считать, что в санкции вообще не будет, я бы не стал. Владислав. Я могу согласиться. Я имею в виду, что, во-первых, мы слышим о отложенных санкциях в связи с законом 1991 года уже почти с полгода. Закон о новых санкциях, он был внесен в Парату представителей еще в августе. И пока до сих пор, действительно, как подчеркивает наш коллега, не было никакого движения по нему. Но я хочу подчеркнуть, что все эти законы, они, так или иначе, полномачивают Белый дом и Госдепартамент принять решение непосредственно введения санкций. То есть они дают возможность эти санкции ввести, но не обязаны это сделать. Поэтому я думаю еще раз, что, конечно, для проформы что-то будет предпринято, какие-то меры, там, те же самые полеты аэрофлота или что-то подобное будут имплементированы. Но мне кажется, что сейчас, так сказать, желание, такой willingness, да, американских властей, да, европейских властей, очень жестко относиться к России, оно, на мой взгляд, исчерпано. Если мы посмотрим даже на европейскую политику, и в частности на то, что, по-моему, принято решение о передаче фактически всех решений, связанных с Северным потоком-2 из Еврокомиссии к Германии, фактически напрямую, но это тоже показывает, что так или иначе, как-то тенденции к усилению санкций нет пока. Хорошо, сейчас о российской экономике немного поговорим, потом уже перейдем к мировой и к отношению, соответственно, между странами. Вот неожиданно высокие, рекордные за последние шесть лет цифры по росту ВВП российского за 2018 год, которые Росстат опубликовал не так давно, которые вызвали, в общем, массу обсуждений и скандал. Вы тоже не верите в эту статистику? Да, однозначно. Это, по-моему, чисто липа. Ну, то есть, почему вы так считаете? Почему на это пошел Росстат? Смотрите, мы видели статистику, выходившую в течение года. Мы понимаем, что хотя Россия, в отличие, допустим, Соединенных Штатов и Европы, в ее экономике потребительские расходы играют несколько меньшую роль, чем, допустим, в США, где они обеспечивают 77% ВВП, у нас порядка 56%. Но так и иначе все равно это больше половины всего использованного ВВП. Если эти потребительские расходы в течение пятого года подряд сокращаются, то каким образом может быть обеспечен экономический рост? Мы видели в течение всего года сокращение объема жилищного строительства. Под конец года нам рассказывают о том, что именно строительство... За счет Ямала СПГ они объясняли это. Ну, прекрасно. Нет, понимаете, я еще раз говорю, смотрите, проблема случается в том, что за счет использования государственных резервов, за счет использования денег бюджета, можно накрутить любые цифры ВВП, фактически. Да, если мы посмотрим сегодня на объем этих резервов, они составляют приблизительно больше 25% ВВП. Если вы потратите там их половину, как бы вы их не потратили, на какие-то внутренние инвестиции, даже на мост на Сахарин, по которому не проедет ни одна машина, или на туннель туда, то все равно это покажет вам определенный экономический рост. Вопрос заключается в том, насколько он нужен. Вопрос заключается в том, насколько многие, допустим, инфраструктурные проекты будут требовать в дальнейшем еще больше средств для их поддержания, как те же самые стадионы или дороги. И так далее. Вопросов много. Конечно, цифру можно нарисовать, но она совершенно не отражает ситуацию в российской экономике и не показывает сдвиг их к лучшему. Я вот это имею в первую очередь. А какая цифра отражала бы реальную ситуацию в экономике, на мой взгляд? Я думаю, опять-таки, смотрите, я не статистикой, я не могу не давать на очень четкие расчеты, но то, что я вот вижу сегодня, мне кажется, что показатель реального дохода населения, он все-таки является, пожалуй, самым хорошим на сегодняшний день индикатором того, что происходит в экономике. Кредит доходы не растут. Значительная поддержка экономического роста обеспечивает огромное потребительское кредитование. В прошлом году мы видели 3 триллиона рублей, выданных гражданам по ипотеке. Средняя потребительская закредитованность сейчас достигла почти 15 триллионов с прибавкой приблизительно 4,5 в течение года. Мы не знаем до конца всех неформальных элементов кредитования через микрокредитные организации и так далее. Но так или иначе, граждане берут деньги в долг и тем самым компенсируют хоть на немного, так сказать, падающее потребление. Поэтому я считаю, что на сегодняшний день реальный экономический рост он близок к нулю, но, собственно, в этом нет ничего страшного. Мне кажется, что как раз мы вошли сейчас в такую ситуацию, когда правительство не, скажем так, на его популярность темп экономического роста не оказывает определяющего влияния. Граждане ждут, скорее всего, поддержания того же уровня жизни, который был, отсутствие каких-то резких шагов, типа пенсионной реформы, которая очень сильно подорвала авторитет властей, более-менее спокойной внешней политики. Но уже никто не ждет темп роста в 5-7%, поэтому, я думаю, за ними не надо игнаться. А почему тогда для властей эти цифры по росту ВВП так важны? Мне сложно за них ответить. Понятная ситуация, когда властям объясняют, что Россия, если будет расти низким темпом, она будет сползать вниз в таблицы стран с крупнейшим ВВП, власти, озабоченные величием России, на это реагируют нервно. Поэтому они говорят прекратить, добиться того, чтобы мы на опережающем темпе росли. Ну, вот, соответственно, соответствующие цифры рисуются. А вообще, в дополнение к тому, что Владислав сказал, я бы согласился, вспомнил бы, знаете, был замечательный русский историк Василий Васильевич Ключевский, который, описывая расширение России на восток, когда она стала прирастать в Сибири, написал замечательную фразу. Государство пухло, а народ хирил. Вот сам по себе экономический рост, как таковой, он отнюдь не обеспечивает благосостояние граждан. Все зависит от того, на что он используется, каким образом он достигается, и кто пожинает плоды. Владислав, вот вы уже упомянули о том, что пятый год подряд доходы населения снижаются, настроения потребительские сейчас тоже падают, и ожидания какие-то пессимистичные совсем. Люди уже начали экономить на еде. Что ждать от российской экономики в этом году? Пояса затягивать или к чему готовятся? Я бы не сказал, что они стали экономить на еде только в этом году, потому что в действительности ситуация в России, как правильно тоже сказал ваш коллега, тяжелая. Неравенство огромное. Показатели роста доходов, даже те, которые усредненные, мы видим в статистике, не вполне отражают реальное положение вещей. Инфляция растет быстрее, оказывается более высокой для лиц с низкими доходами, как правило. И, соответственно, тот момент, что люди начинают о всем экономить, он уже отмечают достаточно давно. Я бы сказал, что как раз с 2014-2015 года, когда начались первые скачки курса, когда начались первые экономические проблемы, когда пошли санкции, когда начали расти цены на внутреннем рынке достаточно существенно, я думаю, что с этого момента началась экономия граждан на повседневных расходах. Чего ждать? Ну, слушайте, я думаю, что ждать умеренного ухудшения в дальнейшем, то есть фактически продолжение чуть более быстрого, чем сейчас, роста цен ввиду повышения налогов. Государство твердо, так сказать, встало на путь, на мой взгляд, ну, как бы сказать, обирание собственных граждан и укладывание денег в кубышку. Для властей сегодня бюджет — это не экономическая категория, а это, скажем так, категория политической защиты, инструмент политической защиты. То есть, когда, если вдруг что-то станет очень плохо, нам нужно иметь большие резервы, чтобы тогда людям что-то бросить. Вот какую-то кость. Вот это очень четкий, на мой взгляд, подход сегодня прослеживается. И пока вот этого катастрофического развития событий не случилось, я думаю, что Кремль будет продолжать сокращать благосостояние граждан ради большей стабильности в перспективе. А вот это постепенное ухудшение ситуации для простых граждан, оно в чем будет выражаться? Ну, будет выражаться в ползущем росте цен, в увеличении поборов самого разного рода, в появлении дополнительных бюрократических припонов, за которые придется платить, в всякого рода росте тарифов, начиная от общественного транспорта и кончая ЖКХ, в региональных всякого рода налогах и так далее. То есть, я думаю, что это будет все очень медленно. Я абсолютно убежден в том, что правительство не рискнет больше провести таких мер, реформ, как повышение пенсионного возраста или повышение НДС в ближайшие несколько лет. Поэтому я думаю, что в данном случае все через такие костные налоги, через, скажем так, точечные, как мы любим говорить, изъятие средств будет продолжаться, правительство будет продолжать залезать в кошеки граждан. На мой взгляд, это достаточно безопасный метод взаимодействия с населением, потому что, если мы посмотрим на всю постсоветскую историю, в любой постсоветской страны, то, по сути дела, нигде, даже там ни в Белоруссии, ни в Украине не происходили серьезные, не отмечали серьезные выступления людей, серьезные протестные движения на основе экономических проблем. То есть, политические вызовы, да, действительно вызывали серьезное возмущение, там, махинации на выборах, недопуск кандидатов и так далее, и так далее. Мы видим, это у нас в 2011 году, в Украине в 4-м и в 14-м, нарушение предупрежденных обещаний и так далее. Но вот, что касается, например, чисто экономического ухудшения ситуации, я не могу вспомнить истории, в которой общенациональные выступления протеста были поражены экономическими проблемами. То есть, вы считаете, что холодильник в России никогда не победит телевизор? Он победит, но смотрите, для этого должны, вот если мы посмотрим на страны третьего мира, с которыми, собственно, это бы нас сравнило, потому что сравнивать нас со странами первого мира невозможно, достаточно посмотреть на то, что вызвало повышение цены на 3 цента бензина в Париже и на, фактически, там, 5-6% у нас. Если смотреть на страны третьего мира, можно видеть, что реальное возмущение начинается, ну, если, так сказать, не из-за голодных бунтов, то, по крайней мере, тогда, когда какие-то отдельные экономические проблемы становятся просто выпиющими. То есть, когда, ну, смотрите, там, Венесуэра, Египет, многие другие случаи. То есть, я думаю, что сейчас понижение уровня жизни, там, за 5 лет на 15-20% не дестабилизирует ситуацию. Вот о государствлении российской экономики идет уже далеко не первый год. Какова перспектива этого? И возможно ли развитие за счет государственных инвестиций, за счет государства? Ну, смотрите, этот вопрос, собственно, очень сложный, а вокруг него куча спекуляций. Само по себе государствление не кажется мне катастрофой. В нескольких, по крайней мере, направлениях. Серьезно? Во-первых, во всем мире очень часто государственные компании достаточно эффективны. Во-вторых, например, если мы говорим о российской, например, банковской системе, то я вполне приветствую государствление. Потому что масштаб воровства и махинации, мошенничества в банковской системе за последние годы, он, наверное, не сравним ни с одной раз этой страной. И то, что Центральный банк фактически ведет курс на передачу этой системы под контроль ряда системообразующих, извините, футологий банков, я думаю, что это правильно. Что касается, например, там нефтегазового отрасли, здесь, конечно, мы проигрываем, потому что Россия становится очень богатой ресурсами, существует огромное количество возможностей для их разработки, но крупные государственные компании готовы работать только с большими проектами, и поэтому мы фактически болтаемся на советских уровнях добычи. Хотя, например, Казахстан, который допустил приход западных инвесторов, или Азербайджан, они увеличили добычу газа и нефти в 3-4 раза в сравнении использования советских показателей. У нас сейчас больше на 2-5%. В этом отношении, конечно, государственное хозяйство, оно далеко не везде хорошо. Что касается государственных инвестиций, я считаю, что это абсолютно зло. Просто по той простой причине, что для того, чтобы эти инвестиции осуществлять, государство забирает деньги у бизнеса, повышает налоги, то есть фактически отнимает их у тех, кто их зарабатывает достаточно эффективно, и перегадывает проекты, в которые частные инвесторы бы их никогда не вложили. Это, в первую очередь, инфраструктура, ВПК, ну и разного рода, так сказать, чисто имиджевые проекты, типа спортивных мероприятий. Поэтому я, честно говоря, серьезно запрошен этими государственными инвестициями, потому что, конечно, масштаб воровства и масштаб неэффективности, он в данном случае зашкаливает. Ну вот, а не проще ли, допустим, в банковской сфере, не проще ли вместо того, чтобы делать все банки, или там большинство банков государственные, просто сделать эффективные частные банки? Вот мне прямо здесь хочется поспорить с вами. Ну, слушайте, а мы как бы пытались сделать эффективные частные банки, но и дальше что? Ну и есть примеры у нас эффективных частных банков? Просто он один. Ну, я бы сказал, что только Альфа-банк, да, является примером эффективного частного банка, но, в принципе, фактически Альфа-банк, это не только частный банк, это центральный элемент некой крупной диверсифицированной корпорации, которая владеет Альфа-групп, и это хороший пример. Но когда мы возьмем любой другой пример частных банков, мы видим там выдающихся деятелей банковского бизнеса, живущих то в Монако, то в Лондоне, то где-то скрывающихся по миру, увешивших из страны миллиарды долларов. Поэтому в данном случае, мне кажется, все-таки, что банки, это если мы не можем эффективно регулировать частный банковский бизнес, а мы, похоже, не можем регулировать, то, наверное, в данном случае, для доверия этой системы, для использования тех средств, которые имеет население компании, я думаю, что система государственных банков для России, на мой взгляд, не вызывает у меня лично никаких возражений. Просто потому, что эта система, она обеспечивает движение денег, она на самом деле не принимает фундаментальные решения в инвестициях, и более того, мотивы этих инвестиций всегда бывают рациональными. То есть как бы мы не критиковали, допустим, Сбербанк за какие-нибудь высокие комиссии, вряд ли можно отрицать то, что Сбербанк никогда не будет вкладывать кредитные деньги в туннель на Сахалин, в то время как правительство будет это делать. Да, я вас поняла. Ян Яныч, пожалуйста, я вижу, что вы готовы поспорить. В чем-то я согласен, в чем-то все-таки не согласен. Если говорить про банковскую систему, слава богу, что Сбербанк, конечно, не будет вкладывать кредитные деньги в туннель на Сахалине, хотя если его очень настоятельно попросит, и господин Греф не сможет убедительно возразить, то, вероятно, ему тоже придется это делать, несмотря на его убежденность в обратном. А что касается государственных инвестиций, ну да, мы знаем, даже в развитых странах были периоды, когда государственные инвестиции были достаточно широко, достаточно вспомнить, скажем, Германию в конце 19-го, начало 20-го века, где был прусский национальный государственный банк, Зейханглунг, но что он финансировал? Он финансировал железную дорогу Берлин-Тегеран, или Берлин-Багдад, прошу прощения, который был совершенно явно военно-политическим проектом, ни экономическим, ни каким другим. Есть, так сказать, масса других историй. В тех случаях, когда, скажем, как в Сингапуре государственные банки и государственные корпорации работали эффективно, это было исключительно тогда, когда они ставились в одинаковые условия с частными конкурентами, и их результаты оценивались не по выполнению этих или иных политических задач, или в первую очередь не по выполнению политических задач, а по их результатам прибыли. По результатам прибыли, по результатам эффективности их менеджерам давались бонусы, причем очень крупные. Фактически они были в тех же условиях, что частный сектор, просто они действительно им принадлежали, в акционерном капитале государство принадлежало либо 100%, либо контролирующий пакет. Для этого нужны, ну, в первую очередь, политическая воля такая, которая была у Ли Куан Ю, который был готов своих вороватых друзей детства даже посадить в тюрьму, потому что они воровали, а не потому что они друзья. И для этого, естественно, нужны эффективные общественные и государственные институты, которые будут контролировать деятельность государственных компаний с тем, чтобы эти государственные компании не выполняли политический заказ, а работали в интересах общества. Для того, чтобы такие институты создать, нужна длинная и кропотливая работа. А, понимаете, вот, когда речь идет о том, доверить ли что-то частному сектору, так все равно же разворуют. Сколько им денег не дай, все равно же разворуют. Поэтому давайте доверим нашим надежным проверенным людям. Вот мы с ними служили вместе в определенных воинских частях. Вот с этими людьми, значит, мы и будем иметь дело. Ну, я понимаю эту логику. Другое дело, что если людей учить плавать исключительно в сухом бассейне и говорить, пока они не научатся, мы воды в бассейне не нальем, то они никогда не научатся плавать. Это будет некий заколдованный круг, потому что частному сектору нельзя довериться, потому что он разворует. А государственный сектор, ну, он всегда будет неэффективен. Давайте будем лучше мириться с неэффективностью. Что скажете, Владислав? Ну, я думаю, что я на два дополнения небольших. Во-первых, как бы основной пассаж, которым закончил коллега свое выступление, я абсолютно уверен в том, что никто в Кремле не повторяет как мантру на ночь глядя такого рода формулировки. Все прекрасно знают, сколько воруют их школьные и ФСБшные друзья. И, собственно говоря, инвестиции государственные через госкомпании и через друзей президента, они значительно менее обусловлены именно тем, что нужно формирование какой-то закрытой кассы где-нибудь на Бермудах или еще где-то. Поэтому никакой разговор о том, что государственные инвестиции эффективнее, я думаю, в Кремле не ведется. Все прекрасно понимают, как работает межусобойщик. Что же касается идеи о том, что государственные компании могут работать достаточно эффективно, я думаю, что есть очень много способов, и стоит известно, очень много способов того, как государственные инвестиции работали предельно эффективно. Я могу очень коротко повести лишь два. Например, если мы вспомним программу инвестиций в США времена вики-депрессии, времена нового курса, то было проинвестировано огромное количество государственных средств, но специфика тех инвестиций заключалась в том, что подрядчиками всегда выбирались конкурентные бизнесы. Среднее количество подрядчиков, которые были использованы в течение нового курса за первые три года его проведения в жизнь, составило 10 900 компаний. Если мы сравним это с пятью компаниями, Ротенберга, Тимченко и еще парой плутинских друзей, которые получают весь господряд, мы получим разницу, почему государственные инвестиции неэффективны. Вопрос в том, что эти инвестиции могут проходить в экономику через частный бизнес. Если внутри экономики есть конкурентная борьба между участниками за государственные деньги, то они вполне эффективно могут применяться. Если этой борьбы нет, то тогда мы получаем то, что получаем. И, например, другой вопрос. Дело в том, что в 50-60-е годы в Японии государство предприняло абсолютно нерыночную программу стимулирования промышленности, когда она обеспечивала льготный курс в Банке Японии для покупки технологий. То есть они фактически продавали компаниям доллары вдвое-втрое ниже рынка в случае, если эти компании обязались покупать заработанные технологии и имплементировать их в Японии. Единственным основным критерием для того, чтобы впоследствии эти курсы не были пересчитаны, были критерии того, что эти компании должны были занять определенную долю на мировом рынке. Нейлона, транзисторов, мотоциклов и так далее. И в этом случае государству вообще не надо было создавать институтов для обеспечения конкуренции. Компании вынуждены были выходить в мировой рынок и там встречаться с реальными конкурентами. Если они выживали, значит эта государственная политика была успешна. Мы же наоборот делаем все наши государственные программы в рамках представительного импортозамещения, которое дискредитировало себя еще в Латинской Америке в 70-е годы. Еще один момент, о котором хотелось бы поговорить. Вот население российское сокращается и трудовые ресурсы, соответственно, тоже сокращаются. Это один из факторов долговременного экономического роста. Ну и плюс эмиграцию мозгов тоже никто не отменял. Каковы возможные решения этой проблемы? Что будет лет через 10-15? Чему учить детей? Какие профессии будут востребованы на рынке труда, с вашей точки зрения? Вы знаете, я вряд ли отвечу на последний вопрос. Но что касается первого, то я, может быть, выделюсь из основного ряда наших исследователей, но, честно говоря, мне кажется, что эта проблема слишком переоценена и значение ее преувеличено. Дело в том, что на сегодняшний день российская экономика задействует гораздо большее количество рабочей силы, чем должна бы задействовать экономику ее масштаба. Я всегда привожу пример российской железной дороги, в которой занято чуть менее миллиона человек, который эксплуатирует длину пути приблизительно в полтора раза больше, чем канадские железные дороги, где занято меньше 40 тысяч. Вот масштаб того, насколько у нас излишнее количество рабочей силы, даже в экономике, не говоря уже про охранные агентства, ФСБ, силовые структуры, всякого рода частных водителей, охранников, секретарей и прочего, и мне кажется, что Россия была бы вполне способна создавать нынешнее ВВП с населением в три раза меньше. И в этом отношении мне более того кажется, что чем меньше в стране трудовых ресурсов, тем больше повода для модернизации. На самом деле редкость любого ресурса подталкивает к его экономному и рассчитанному использованию. И на мой взгляд, ничто так не мешает нашей модернизации, не мешало, как огромные контролируемые миграции рабочей силы, не квалифицированы внутрь страны. Поэтому уменьшение населения, честно говоря, меня совершенно не пугает. Наоборот, если бы правительство поставило реально цель повышения эффективности производительности, этот фактор был бы только дополнительным стимулом к решению этой задачи. К сожалению, эта цель, по-моему, пока не стоит. Что касается миграции, ну да, она идет и будет идти в России, на мой взгляд, еще не худшее положение на этом фронте. Та же самая Украина, несмотря на то, что она гораздо больше подвинулась в пути на Запад, она теряет еще большее количество населения, потому что в глобальном мире границы не могут быть закрыты, и люди ищут места, где они могут прожить свои способности оптимальным образом. Понимаете, на самом деле, мне кажется, что эмиграция сегодня – это огромный спасительный инструмент для российского режима, потому что, если мы вспомним советские времена, позднесоветскую перестройку, то крах этого коммунистического эксперимента, он, собственно, во многом был обусловлен тем, что народ не имел возможности индивидуального выхода. То есть вы должны были выйти на площадь, вы должны были бороться против шестой статьи, вы должны были бороться за рыночные реформы, потому что за этим стояло открытие страны, за этим стоял возможный экономический рост, большие надежды и так далее. То есть вы могли изменить свое положение, только изменив систему в целом. Сейчас вы можете уехать, вы можете, как говорил покойный британский социолог Зигмун Бауман, вы можете найти личный выход из системного противоречия, индивидуальный выход из системного противоречия, и в этом отношении режим гораздо более стабильен, чем польза советская система. Это да, да, соглашусь. Поэтому я думаю, что на самом деле, хотя очень много чего говорится о уменьшающем населении большой эмиграции, ни та, ни другая проблема Кремль по существу не слишком волнует. А что волнует Кремль в большей степени? Слушайте, Кремль волнует в большей степени, на мой взгляд, степень наполненности кубышки государственных резервов, возможно, какие-то региональные протесты. Мы видим все-таки, что те же самые протесты против сварок вызывают достаточно большие реакции, те же самые неудачные для «Единой России» региональные выборы вызывают тоже серьезное раздражение. То есть мне кажется, что Кремль волнует частные проблемы. Просто именно и правильно волнует. Потому что на самом деле именно точечные проблемы, которые затрагивают не всех, а часть населения, они могут быть триггером разного рода протестов. Потому что если все видят, что повысился НДС, вот смотрите, на повышение НДС не было вообще ни одного протеста. Потому что это касается всех. И повышение пенсионного возраста, оно вызвало, конечно, падение доверия к власти. Но опять-таки протесты, по сравнению, серьезные. Но если мы посмотрим, допустим, на реформу Адана Жупе во Франции в 95-м году, когда вы фактически снесли его правительство за счет повышения пенсионного возраста и серьезно переформатировали французскую политику в то время, то ничего подобного у нас не случилось. А почему? Как вы для себя это объясняете? Почему в России... Очень легко. Нет, смотрите, на самом деле пенсионная реформа была продумана, в мой взгляд, достаточно неплохо. Потому что, смотрите, на кого пришелся удар? Он пришелся на людей, которые когда-то потом выйдут на пенсию. То есть, по сути дела, выйдут на пенсию достаточно нескоро. Потому что реальное повышение, оно отнесено на 6-7... Повышение на 5 лет, оно отнесено на 10 лет. То есть, реально, серьезным образом, это затронет людей, которые выйдут на пенсию через 7-8 лет. Сейчас, так сказать, им 40 с небольшим. Люди в 40 лет в России, особенно, опять-таки, в стране, где каждый выживает сам по себе, они не очень пока надеются на пенсию. Для них это отдаленное будущее, не говоря о 30-летних. Поэтому они, конечно, могут меньше доверять правительству, но на улицу они из-за этого не выйдут. Самим же пенсионерам, которые, наоборот, активная социальная группа и очень, скажем так, уязвимая для экономических проблем, наоборот, пенсии повышены. Это же не 2005 год с монетизацией, когда пенсионеров что-то отняли. Вот тогда мы видели протесты. Сейчас пенсионерам добавили, а отняли что-то в будущем у тех, кто сейчас активно работает. И они заняты другим. Да, но эти люди, которые выйдут на пенсию через 7-8 лет, им сейчас 50, не 40, чуть побольше. Не важно? Ну да, но опять-таки, люди, которым сейчас 50, они прекрасно помнят советское время. Вот это как раз та аудитория, которую Путин может апеллировать, вспоминая про ужасные 90-е. И это все-таки как-то несколько тормозит их реакцию, мне кажется. Мне кажется, что более протестная аудитория сегодня – это люди там от 35 и моложе, которые реально серьезно не затронули советские времена. Может быть, они пришлись на их детские годы. Но как раз они-то сейчас об этой проблеме думают мало. Вот смотрите. Да, продолжайте. Нет, мне кажется просто, что реально тот ограниченный протест, который мы видели, он, наверное, скорее всего ожидал. Может, он ожидал еще меньше, но даже то, что получилось, в общем и целом показывает, что расчеты ее оправдались. Вы смотрите, значит, протестное движение сейчас могут возглавить люди, которым до 35, 35 и младше, вы сказали. Что может их спровоцировать? Вот что должно произойти, чтобы эти люди вышли на улицы? Я думаю, что, как это ни печально, их может спровоцировать только резкий всплеск насилия. Что спровоцировал Киевский Майдан? Расстрел, небесные сотни. А что спровоцировало, допустим, там выступление, я не помню, где в Казахстане, там в ряде городов, тоже там расстрел, демонстрация рабочих лет 10 назад, это было на одних из немецких поисков. Я думаю, что серьезные силовые действия власти с человеческими жертвами, вот только это может реально спровоцировать. То есть да, убийство Немцова тут можно вспомнить. Нет, убийство Немцова нельзя вспомнить. Немцов при своем уважении был человеком, он был, может быть, и отчасти лидером протеста, но вопрос заключается не в том, что погибает политик или журналист известный. Я считаю, что люди должны понять, что гибнет кто-то из них. То есть, условно говоря, они, выходя за закрытие свалки, получают автоматную очередь. Или, условно говоря, люди, выступающие против закрытия завода или еще чего-нибудь, или протестующие против коррупции в какой-то серии Кавказской республики, получают военный ответ. Вот это серьезный момент. То есть только... Трагедия там в Новочеркасске. Что-то подобное должно произойти, чтобы народ взорвался. Что касается лидера протеста, молодых, 35 лет, я об этом не говорю. Лидер может быть любым. Проблема случается в том, что он должен успешно коммуницировать с людьми, которые как раз находятся в этой возрастной группе, в первую очередь. Да, то есть только какие-то такие насилия, вооруженные конфликты, неэкономические причины их могут подтолкнуть к тому, чтобы выйти на улицы. Я честно говоря, ну понимаете, я очень рад был бы ошибиться, но я не вижу никаких серьезных возможных протестов против экономических вещей. Я еще раз говорю, понимаете, я подчеркиваю, что речь идет в первую очередь о региональном протесте. Да. Вот вспомните ситуацию в Ингушетии, да? Вроде бы изменили там немного границу с Чечней. И это вызвало просто серьезнейшее волнение в республике. Самые сильные, наверное, там со времен пригородного конфликта за пригородный район Южной Осетии. Мы можем смотреть на какие-то свалки, на еще какие-то экологические проблемы. Там на похищенные выборы где-нибудь в каком-то отдельном регионе и снятие самого популярного кандидата ЦУРов. Это не есть прямой насилие, но это вопрос, который может взорвать ситуацию в определенном регионе. Опять-таки, я абсолютно убежден, что даже серьезное обострение ситуации в Ингушетии не станет проблемой общероссийского масштаба. Но, по крайней мере, когда такие ситуации начнут происходить раз за разом, это будет свидетельством того, что ситуация выходит из-под контроля. Общенациональным образом, я думаю, что она в ближайшие годы из-под контроля выйти не может. Понимаете, мы привыкли говорить о том, что в России есть какая-то политика, что есть политические силы, есть конфликты, есть борьба внутри элиты и тому подобное и прочее. Я могу ошибаться, но мое ощущение заключается в том, что в уголе страны стоит очень сплоченная банда, которая понимает, что она рискует всем, включая жизнь, в случае если режим распадется. И это не советский и позднесоветский элитный слой, который готов собрать какие-то церемонатки и тихо отъехать, если ему дадут партийную дачу. Это совершенно другая ситуация. То есть борьба за свержение этого строя будет очень жестокой. Это будет действительно очень жестокая, серьезная борьба. Поэтому мне кажется, что о близкой дестабилизации сегодня мечтать совершенно не стоит. А какие есть вообще варианты отступлений, так скажем, у людей, которые сейчас находятся во власти? Понятно, что это не дача где-то там Подмосковья, а куда? Боюсь, что... Смотрите, несложно это сказать. Я думаю, это зависит конкретно от отдельных людей, которые там находятся. Ну, Владимир Путин давайте возьмем. Он не собирается никуда отступать. Я абсолютно убежден в том, что он либо хочет остаться президентом пожизненно, либо создать еще более жесткий режим, при котором он внутри страны будет гарантированно сохранены его позиции, богатства. Я же не говорю про жизнь и так далее. Понимаете, что касается отступления, то мне казалось, что отступление было возможно раз в году в 11-м, если бы Владимир Путин не вернулся в Кремль. Тогда, по сути, так или иначе, эта элита могла начать менять интерфейс, менять президент, как это было сделано с вами в Китае или в Мексике, когда одна и та же партия находится у власти десятилетиями, но меняются первые лица при полном сохранении, так сказать, всей иерархии власти и всех гарантий предшествующим правителям. Но это, возможно, упущено. Мы вошли в фазу, когда режимы абсолютно персоналистские, эти режимы не переживают своих основателей. Да, и еще на какие регионы сейчас стоит обращать пристальное внимание, какие надо держать на контроле с точки зрения возможной вспышки протестной активности? Слушайте, я думаю, что в значительной мере это, конечно... Ну, я бы сказал так, что в первую очередь это северокавказские регионы, во-вторых, это просто потому, что там сейчас идут процессы, которые затрагивают безопасность элит. Вы знаете, чего там, собственно говоря, не только снизу, но и как бы сверху, да, или с бюрократического уровня могут быть запущены какие-то протестные акции. С другой стороны, это, я думаю, все регионы Дальнего Востока, просто потому, что последние выборы показали, на мой взгляд, недовольство людей даже не столько, скажем так, там, украденными выборами. Но реально ситуация такова, что люди видят масштаб демагогии власти о инвестициях в этот регион, с одной стороны, с другой стороны, они прекрасно видят, насколько быстро развивается переграничная Китай, насколько быстро уходит вперед Южная Корея, Япония. То есть вот этот разрыв, он между реальностью и... разрыв между реальностью и демагогией, он слишком велик. Я думаю, что не совсем спокойна будет ситуация в Петербурге накануне осенних выборов. А все остальное, мне кажется, что зависит от конкретного стечения обстоятельств в связи с очень локальными проблемами. Владислав, примерно месяц назад в одной из своих статей вы писали, я вот процитирую, от власти не стоит ждать игры на опережение, например, в виде новой антикоррупционной кампании. Ну вот с тех пор произошел арест отца и сына Арашуковых. С чем вы это связываете? Ну, слушайте, в данном случае об этом написано очень много. Мне кажется, что здесь есть очень много, масса объяснений. Некоторые эксперты и люди, которые претендуют на погруженность в тему, рассказывают о том, что этот клан был связан с финансированием исламского терроризма. Некоторые говорят об их связях с Ираном, с арабскими странами. С другой стороны, конечно, само по себе такое хищение в бедных республиках Северного Кавказа, оно, конечно, возмущает. Наверняка падение Арашукова было так или иначе, его подтолкнули какие-то другие элитные группировки. Я не хочу об этом спекулировать, но опять-таки, понимаете, эта ситуация, как я еще подчеркну, не является антикоррупционной кампанией. Просто мне кажется, что постоянно в рамках элита происходит определенная чистка, которая связана не с тем, что один ворует, а другой нет, а связана с тем, что кто-то нарушает какие-то внутренние правила игры. И я не вижу ничего в данном случае опасного для власти в этой ситуации, потому что, понимаете, антикоррупционная кампания может быть опасна, если, например, она начинает реагировать на сигналы снизу. То есть, когда где-нибудь кто-то начинает, какой-то борец с коррупцией, начинает рассказывать о заупствлении губернатора, приезжает в ответственная группа и снимает его с должности, там сажает и так далее. Но когда речь идет исключительно о том, что все эти действия четко локализованы в рамках правящей элиты, ну, я не вижу ничего страшного в этой ситуации. Мне даже кажется, что никакие рейтинги власти от ареста очередного сенатора в какой-нибудь угорской республике никак не изменятся. Хорошо, от Российской перейдем к мировой экономике. Ждать ли рецессии мировой экономики в 2019 году или, может быть, чуть позже? Мы на пороге рецессии уже, мир, я имею в виду? Я убежден, что ждать. Дело в том, что все-таки, конечно, каким бы специфическим ни был цикл, который начался после 1948 года, сколько денег бы центральные банки не вложили в экономические процессы, сколько бы компаний и банков они не спасли, безусловно, экономический цикл, он остается. И мы сегодня находимся в фазе приблизительно полтора года превышающей среднюю продолжительность цикла, начиная с 80-х годов. Поэтому я думаю, что кризис недалек. Он может быть в 2019 году, может быть в 2020 году. Многие люди, я в том числе, говорили о том, что превозвестником его могла стать коррекция на американских и европейских биржах перед Новым годом. Сейчас эта коррекция значительно менее отыграна. Но все равно мы видим, что, по большому счету, в мировой экономике очень много серьезных перегревов. Я думаю, что один из основных сегодня складывается в Азии. Все-таки я думаю, что китайская статистика, она приблизительно такого же качества сейчас, как российская. Цены в Китае очень быстро растут, рынок перегрет, и рынок недвижимости. Опять-таки потребительское кредитование, и не только потребительское, оно сейчас достигло гигантских размеров. Просто чтобы проиллюстрировать, я могу сказать, что за последние восемь лет только потребительское кредитование в Китае превысило весь отморозный долг в Соединенных Штатах. То есть, и это очень опасная ситуация, потому что в конечном счете государственные резервы, они очень большие, самые большие в мире, чуть больше трех триллионов долларов, но все равно они не смогут покрыть те суды государственных банков, которые вложены в огромное количество проектов, не всегда экономически оправданных. Начиная от строительства жилья и кончая аэропортами с красными железными дорогами и так далее. Китай очень быстро развивался, но, опять-таки, мне кажется, что на каком-то этапе, я не думаю, что это будет завтра. Но все равно такие темпы роста не могут поддерживаться бесконечно. Это уже давно-давно перезревший кризис. Поэтому я не предсказываю, что это будет завтра, не предсказываю, что это будет через несколько месяцев. Но, безусловно, в базовом перспективе, мне кажется, что кризис случится. Я бы сказал, что мы увидим, мне кажется, нечто очень похожее на ситуацию 1992 года, когда казавшийся вполне успешным республиканский президент Соединенных Штатов был вынесен из Белого дома именно в ходе экономического кризиса, который начался за полгода до выборов. Мне кажется, что, оказывается, 2020 год – это время очень, так сказать, близкое к тому, чтобы случились серьезные потесения мировой экономики. А что будет триггером? Только ли падение фондовых индексов? Никто не знает. На самом деле, триггер каждый раз был разный. Если мы вспомним кризис 1997 года азиатский, кризис триггером стали резкие падения валютных курсов и резкое снижение фондовых индексов на биржах Бангкока и Силуа. Если мы вспомним кризис 2008 года, то фактически биржевые индексы были достаточно высокими в тот момент. Они чуть-чуть опустились от максимума, но были высокими. И кризисом стало разорение одного из крупнейших банков Леннад Базлс, который работал с Сопраймом. В 2014 году серьезные потрясения были связаны с сырьевыми рынками. Я думаю, что каждый раз процессы будут начинаться с разных причин, с разных точек. Поэтому мне сегодня сложно сказать. Я единственное могу сказать, что, на мой взгляд, кризис не будет вызван государственной финансовой. Все-таки сегодня государство имеет огромный опыт заливания деньгами экономических проблем. Я всегда говорю, например, что кризис еврозоны, связанный с Грецией, это некий фантом, его никогда не случится. И Греция никогда не выйдет из еврозоны, что, собственно, не случилось. Поэтому все, что касается государственного долга, о котором многие говорят наши экономисты, о том, что Америка обанкротится и так далее, что еврозона рухнет и прочее, вот эти вещи кажутся мне абсолютно несостоятельными. А все остальное вполне может произойти. Ян Янович, а вы как думаете? Я думаю, что в этом году мы рецессии реально не увидим в мировой экономике, просто потому что, так сказать, то, что называется импульс, моментум американской экономики в достаточной... Его невозможно себе, ну, без каких-то чрезвычайных событий типа Лимен Правда, невозможно себе представить, чтобы она вдруг свалилась в рецессию в этом году. Что касается 2020 года, да, возможно. Но мы в течение следующего месяца, в феврале, мы увидим, так сказать, исход двух важных событий, которые могут очень серьезное влияние оказать и на настроение потребителей, и на настроение бизнеса. Первое, это будет или не будет осмысленная сделка по торговле между Китаем и США. Это будет в марте. И второе, это, конечно, 29 марта Brexit. То есть получится он, так сказать, урегулированным и со сделкой, или Великобритания действительно с треском вылетит без соглашения. Вот в зависимости от этого будут, по-моему, строить свои планы и потребители, и бизнес, и инвестиции. Что же касается триггера, то да, действительно, здесь может быть абсолютно все, что угодно. Как правило, такие вещи непредсказуемы. Но я бы мог предположить, что если, например, вдруг настроение бизнеса и потребителей резко изменится в худшую сторону, и будут пересмотрены инвестиционные планы, то довольно быстро спрос на нефть резко сократится. А вот это может достаточно ощутимо ударить и по нефтеэкспортерам, и по всем остальным. Вот это может стать триггером совершенно неожиданным. Да. Владислав, торговая война между США и Китаем. Кто победит? Ну, слушайте, здесь не может быть победитель, на самом деле. Это настолько соединенные экономические субъекты, что я бы таких формулировок не использовал. Мне кажется, что, конечно, они договорятся. Этой войны эта война сойдет на нет. Дело в том, что Соединенные Штаты в данном случае занимают, на мой субъективный взгляд, гораздо более обоснованную позицию. То есть, по сути, речь идет о том, что Китай вошел в свое время в мировую экономию в конце 90-х годов и в Всемирную торговую организацию в 2002-м на очень льготных условиях. В то время казалось, что Китай станет демократией, что его открытие – это самая большая победа после краха коммунизма, соответственно, что экономика Китая не очень велика. В 95-м году Китай поставляла на экспорт товаров меньше, чем Бельгия. И в этом отношении, конечно, открыть ему все двери и принять его в ВТО было очень нормально. Никто не предполагал, что Китай там засыпет Соединенные Штаты своими автомобилями. Скорее предполагали противоположные. В этой ситуации средняя таможенная пошлина, которую Китай установил на западные товары, была поведительно в шести раза выше, чем та, которую Запад установил на китайские товары. И китайцам невозможно было объяснить и договориться с ними по революции Ивана, которая давала очень серьезные экономические преимущества в торговле. Но так или иначе, до какого-то периода времени это можно было терпеть, в зависимости от толерантности западных лидеров. Трамп оказался нетолерантен. И он, в общем-то, мягко призвал китайцев в порядку. То есть сказал, что хватит, вы попользовались этим льготным режимом, давайте введем приблизительно такие же тарифы на ваши и наши товары. В данном случае Трамп сейчас выступает именно с позиции равного подхода. И это как бы очень-очень позитивно. Поэтому я думаю, что у Китая нет серьезных аргументов для того, чтобы отказываться от такого подхода. Конечно, наверняка Трампу не удастся добиться равного тарифного режима, но в любом случае ситуация будет изменена в поле США, и Китай вынужден будет на это пойти. Да, и поскольку уже времени не так много остается, я бы еще хотела вас спросить, насколько велики у Трампа шансы переизбраться? Если не будет кризиса, они достаточно велики, на мой взгляд. Потому что, несмотря на истерию в демократической влаге, в либеральной части политического спектра, все-таки у Трампа в глубинной Америке существует серьезный элемент поддержки. Я не думаю, что он сильным образом расстроился за это время. Потому что, хотя демократы взяли парады представителей, но все равно эти выборы стали большим успехом Трампа, я имею в виду промежуточные. Потому что ни один из сенаторов и губернаторов, которых он лично, так сказать, эндорс, лично выступал за них в ходе прибыльной кампании, не потерпел поражение. Я думаю, что шансы Трампа сохранить свою позицию есть, достаточно высокие, тем более, что повестка Дня демократов будет еще более маргинализироваться влево, скорее всего, отчего многие американские избиратели достаточно устали. И главная долговременная, долгосрочная проблема, которая стоит перед мировой экономикой, на ваш взгляд, это что? Ну, слушайте, на мой взгляд, перед мировой экономикой стоит серьезный, долгосрочный партнер, это то, что растет очень мощный технологический сектор, и мы фактически получаем огромные отрасли, огромные сектора экономики, которые фактически производят продукт, я бы сказал, бесплатно. Мы можем посмотреть на Google, на многие другие компании, которые, по сути, предлагают свой продукт бесплатно и зарабатывают основные деньги в виде рекламы на побочных своих услугах. Такого рода вещь никогда не была, скажем так, никогда не была инкорпорирована в систему традиционного рыночного хозяйства. И я думаю, что если этот тренд будет продолжаться в ближайшие 10-15 лет, то, конечно, очень многие моменты с точки зрения принятия инвестиционных решений придется пересматривать. И, наверное, в заключении, вот лет через 20-30, какой будет конфигурация мировой экономики? Где будет место Китая, Японии, Кореи, США, Европы и России, соответственно? Вы знаете, я как раз странным образом рисую сказать, что ничего особо не изменится. За 20 лет, по крайней мере, точно. Мне кажется, что в течение этого периода времени никаких радикальных сломов нынешней конфигурации не будет. В действительности в этом никто сегодня не заинтересован. Китай не заинтересован в том, чтобы полностью смещать США с позиций лидера. Европа находится на достаточно устойчивых позициях, и Россия никуда не денется с мировой картой, но не сделает никаких прорывов. Понимаете, если бы мы спросили то же самое в 1997 году, то, по большому счету, ответ был определенно таким же. Ну да, Китай усилился, но опять ничего не случилось. Не распалась НАТО, не случилась какой-то евразийской интеграции. На самом деле мы находимся приблизительно в тех же масштабах. Я думаю, что мир в условиях каких-то глобальных войн, а их не будет, это точно, на мой взгляд, все-таки сейчас структура достаточно инновационная. А Россия? А что с ней? Что будет с ней через 20-30 лет? Потому что в ней будет, ну, через 30, я не знаю, через 20 в ней будет, так сказать, входящий с палочки президент Путин и струнирующий конкурент. Чтобы повысить производительность в России, кроме уменьшения населения, что еще нужно? Нет, ну здесь нужна, конечно, чистая политическая воля и серьезная конкуренция между частными бизнесами. Это естественный момент. И абсолютно, ну как не абсолютное, но очень мощное открытие рынков и попытка выйти на мировой рынок не только с нефтью и газом, но с чем-то еще. То есть, по сути, главным инструментом является допущение и максимальное привлечение крупных иностранных компаний в качестве инвесторов и развитие вот этого производственного сектора. Потому что в рамках исключительно сырьевой экономики проблема производительности вообще фундаментально не стоит, она вторична. Большое вам спасибо, Владислав. Это был Владислав Иноземцев, а вы держитесь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА